Самая большая проблема нового городка это дороги. Ямы, по которым много лет приходилось ездить автомобилистам, впечатляли своими размерами. В них можно было провалиться по колено. И вот, наконец, этот кошмар закончился. С наступлением тепла районные власти начали проводить ямочный ремонт. Сейчас мы закрываем самые острые проблемы. Действительно, это ваши ямы. Но по-хорошему, и на это уйдет несколько десятков миллионов, здесь нужны нормальные тротуары, нормальная трасса. Потому что это у нас ничего нет. Да, с пешеходными, там, серьезными переходами и так далее. И ливневками. Иначе вас будет так же заливать, и зимой разовет все наши тренировки. Люди с трудом верят, что в их городке начались перемены и не скрывают своей радости. А радоваться есть чему. Например, скоро здесь появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и стадионом. То открытие этого спорта позволит нам дополнительно 2500 детям пользоваться спортом. И, конечно, здесь будет отделение акробатики. В том числе будет развиваться популярный вид спорта волейбол, футбол, бадминтон, гимнастика. В ходе общения жители обозначили Иванову и другие проблемные точки нового городка. Так, местный дом офицеров, кстати, его первым передали на баланс муниципалитета, не работает уже 4 года. Здание находится в аварийном состоянии, а дети не могут посещать кружки. Дети идут, они привыкли. У нас были кружки, они занимали первые места не только в районе прикладного, например, искусства, танцевальной. Они в области занимали первые места. И на 4 года мы выпали. Не лучше обстоит дело и с бывшим музеем истории ВВС. Вот эти развалины – все, что от него осталось. Люди просят отремонтировать здание. Судьба музея – это печально, но мы бы хотели, конечно, чтобы здесь располагалась наша музыкальная школа. В Новом городке живет около 8 тысяч человек. При этом здесь только один детский сад. Он уже давно устарел, да и мест на всех малышей не хватает. Поэтому в населенном пункте решено построить новое дошкольное учреждение на 120 мест. После его открытия очередь в детские сады в Новом городке будет закрыта. Так он выглядит живой. Можно всегда посмотреть в горках вторых. Он работает. Очень красивые веранды с хорошим покрытием. Сделаем день открытых дверей. Пожалуйста, приезжайте, смотрите. Садик появится на месте клуба «Искатель». Сейчас это единственное учреждение, куда дети приходят заниматься в кружки. Впоследствии их переведут в отремонтированный дом офицеров. Также в городке необходимо провести реконструкцию котельной, установить детские площадки и уличное освещение, наладить транспортное сообщение. У нас основная задача была сверить планы наши, которые мы поставили в дорожную карту, с тем, что ждут жители нового городка от власти в ближайшем будущем. Самый радостный момент, что мы в ближайшее время получим в собственности объекты, земельные участки. И у нас появится официальная законная возможность вкладывать сюда уже финансовые ресурсы и двигаться по той дорожной карте, которую мы согласуем с жителями. На все необходимые работы, по словам Иванова, уйдет не менее миллиарда рублей и двух-трех лет. Анна Макарова, Станислав Крихонов, телекомпания «Одинцова».